Прямое попадание в жилой многоквартирный дом – результат вчерашнего российского обстрела в Константиновке. Примерно в пять часов вечера российские войска выпустили по городу три авиационные бомбы. В результате погибла одна мирная жительница, 77 лет. Еще восемь человек получили ранения. Подъезд этого многоквартирного дома, рассказывает местный житель, завалила полностью. Большая часть его соседей до приезда спасателей были заблокированы в своих квартирах. А у других от ударной волны двери просто вылетели на лестничную площадку. Борис с супругой и сыном в момент удара находились в квартире. Сейчас под обломками пытаются найти документы. Супруги в момент удара сильно испугались, но не пострадали. А вот их сын получил осколочные ранения, так как находился ближе к эпицентру взрыва. Окно разорвалось, я повернулся, еще раз взрыв. И на голову окно вывалился. Но не успели ни накрыться ничем, да? То есть это такое мгновение, да? Мощный взрыв оставил без окон 17 многоквартирных домов. Осколками перебито три газогона. В остывших после холодной ночи квартирах люди пытаются найти теплые вещи. Многие ночевали в своем разбитом жилье. Вы знаете, у меня не родственник, а тут сын и я. У меня не к кому ехать. У меня некому, даже некуда пойти жить. Понимаете? Ну некуда. Вот что у меня. Все поумирали, мужа похоронила. Все, все, все. Вот живем с сыном. После такого массированного обстрела жилого квартала города люди начали думать об эвакуации. Чушь, надеялись, может быть, и все это закончится, может закончится. А ну видите, как. Знаете, уже как-то настроилась. Тем более война настроилась. Ну, как говорится, жить сюда хочется. По данным областных властей, среди всех населенных пунктов, где сейчас продолжается эвакуация семей с несовершеннолетними детьми, в Константиновке их наибольшее количество. Число детей, проживающих с родителями в городе, составляет 340 человек. Фронт от Константиновки находится примерно в 8 километрах. Город еще по-прежнему можно называть густонаселенным. Здесь проживают порядка 18 тысяч человек. Уже несколько дней в Константиновке действует новый комендантский час, и местные жители передвигаться по городу могут лишь с 11 до 3 часов дня. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колочев из Донецкой области для телеканала Freedom.